Слышать друг друга важно и в вопросах внутренней повестки. Как идет работа по обновлению основного закона страны, сегодня обсуждали во Дворце Независимости. Руководители Конституционной комиссии инициировали встречу с президентом, чтобы сверить часы, это и возможность оценить промежуточные итоги работы авторитетной команды. Глава государства неоднократно подчеркивал, деятельность комиссии должна быть максимально открытой для людей. Ее участникам поручено разработать предложение по изменению основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение. И уже активно поступают конкретные идеи, все интенсивно включились в работу. Надо поблагодарить людей. И в электронном виде предложения присылают, и пишут Конституционную комиссию. Ну и что там греха таить юристы, есть толковые, умные, которые напрямую на вас выходят, на председателя, на руководителей наших палат парламента и предлагают конкретные изменения в проект Конституции или иные предложения вносят. В основном, люди ведут себя активно. Те, кто хочет сохранения страны, тот, кто понимает, что такое Конституция, это основная конструкция нашего государства. Если Конституция будет неправильная и никчемная, составленная для, как раньше говорили, галочки, вот привели, заставили к Конституционной комиссии, Конституцию некую нарисовали, для того, чтобы ее пропихнуть, как в народе говорят, на референдуме, еще ввинтили туда несколько популярных фраз, и начали на этом разворачиваться агитационную кампанию. Не должно быть, Петр Петрович, так. Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция, и принятие должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект Конституции, быть этой Конституцией не поддержат, у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей. И опять же, абсолютно искренне, конечно же, многое будет зависеть, как нам принято говорить, от элиты нашего общества, от руководства страны у всех уровней, я имею в виду правительство и парламента, и судов, и так далее, от юридической общественности, от образованных, умных и талантливых белорусов, которые будут не только высказывать своё мнение по будущему проекту, но и будут или отвергать, или агитировать, будут вести за собой общество. В итоге, когда вы определитесь, соберёмся и будем читать эту Конституцию по главам, по статейно, особенно обращая внимание на новации. Я высказывать буду своё мнение, вы своё, ну, вы выскажите в проекте, но это же не значит, что будет всё единогласно. Кто-то из членов комиссии не согласится с новациями проекта. Другие органы власти могут после ознакомления внести какие-то предложения граждане, когда вынесем на обсуждение. Мы это всё должны учитывать. Всего в составе комиссии 36 человек. Это представители госорганов, общественных объединений, реального сектора и науки, а также юристы. Комиссия собиралась трижды на заседание. Уже подготовлены изменения по разделам, где идёт речь об основных правах и свободах человека и гражданина, об избирательной системе, а также блок предложений о возможном перераспределении полномочий между президентом и правительством. Завтра члены комиссии намерены обсудить вопросы о функциях и полномочиях парламентом. Важнейшая задача перед конституционной комиссией – найти оптимальный вариант перераспределения властных полномочий между президентом, правительством и парламентом при сохранении президентской формы правления. Поэтому сегодня на встрече с президентом обсуждались некоторые аспекты этого перераспределения на конституционном уровне. Потому что вопрос стоит о том, чтобы мы сохранили, с одной стороны, сильную президентскую власть, с другой стороны, чтобы была повышена активность правительства, в первую очередь, как органа исполнительной власти, ну и, соответственно, парламента. В целом, все идет в плановом порядке, отметил Петр Миклашевич. Это масштабная аналитическая работа, в том числе и обращение граждан о их тысяче. Комиссия аккумулирует все, чтобы внести предложение по изменению основного закона президенту до 1 августа. Проект новой конституции до референдума пройдет широкое общественное обсуждение на разных уровнях. Продолжение следует... Продолжение следует...